Заведение общепита в Ниньском округе вторую неделю работает в не совсем привычном режиме, только на доставку. Приостановка работы предприятий общественного питания на территории региона была продлена до 12 апреля. Напомним, что эти меры связаны с борьбой с коронавирусом. О работе кафе и ресторанов в непростых условиях ограничительных мер в нашем следующем сюжете. Работа городского кафе с клиентами официально начинается с 12 часов дня. Именно с этого времени бармен-официант Евгений принимает заказы на доставку. Даже раньше. Бывает, что приходишь, а на телефоне уже пропущенные с 10 утра, а я на работу обычно только к 11 прихожу. То есть вы потом всем перезваниваете? Да, конечно, всех обзваниваем, все перезваниваем. Может, бывает, что и по ошибке позвонили с утра, но все равно даже по ошибке в итоге заказывают доставку. Все блюда в меню этого кафе понятные. Супертехнологичных нет, уточняет владелец заведения Иван Сартаков. Их можно назвать комфорт-фуд, а не удобные в будни и в праздники. Наш некогда практически полный зал стал пустым. Для нас это немножко непривычно и нас это, в общем-то, расстраивает. Но, в принципе, есть один положительный момент. До всех вот этих вот событий мы успели запустить доставку и немножечко, ну, скажем так, обкатать систему всей этой работы. Потому что тоже нелегко, как выяснилось потом, да, набиваются шишки. Вот, шишки мы набили до закрытия, до вот этих вот всех мер предосторожности. И, в принципе, сейчас, как бы, вот это нас пока что и держит на плаву. Тем не менее, заказы на доставку обедов и ужинов от горожан поступают регулярно. Самые авральные дни, как обычно, пятница и суббота, тогда заказов больше всего. Бывают и необычные просьбы. Единственное, что неожиданное было у нас на первой недельке вот этого карантина, это что позвонила девушка и попросила бесконтактную доставку. Мы сразу поняли, как это делать. Был перевод денежек на карту руководителю. И мы всё, повезли. Курьер позвонил в дверку, оставил пакетики и убежал, как говорится. Многие постоянные клиенты не изменяют заведению. Заказывают любимые блюда теперь уже на доставку. Есть новые, есть постоянные. Да, есть даже такие люди, которым мы отвозим два раза в день. Кому-то отвозим обед, а вечером ещё везём ужин. Есть такие у нас гости, уже не знаю, как их называть, заказчики, клиенты. Поэтому есть такие, есть и новые. На доставку доступно всё меню, за исключением мороженого и некоторых десертов на его основе. В обеде на меню всё как положено. Первое, второе, десерт и чай. Для супа здесь используют специальные упаковки. Конечно, заведению, которое подразумевает полноценную работу с клиентами в очном порядке, перейти на одну доставку не слишком выгодно. Хотя, по признанию владельца заведения, пока оценить в убытке или в прибыли кафе невозможно. Ограничительные меры действуют чуть больше недели. Всё привычно, просто что сейчас персонал работает немножечко в усечённом графике. Естественно, у них сейчас будет меньше выработка часов, меньше зарплата. Ну, как бы, все понимают, все относятся с пониманием к таким делам. Поэтому, ну, просто никого не хочется увольнять, отправляются там в какие-то отпуска. Потому что у всех кредиты, у всех ипотеки, семьи, какие-то текущие расходы. Тем не менее, работает весь коллектив, выходят сменами, но без работы не оставляют никого. И очень надеются, что в скором времени всё вернётся на круги своя. И пустые залы кафе и ресторанов заполнятся снова посетителями. А гулка эхо безлюдных помещений заполнит весёлый смех накормленных горожан. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».